Что такое счастье? В чем оно? По философии инстардинг, счастье абсолютно во всем. Во всем. Счастье это состояние абсолютной любви и благодарности ко всему вокруг. Внимание, ко всему вокруг. Счастье во всем, любить нужно абсолютно все. Вот, счастье в людях, в животных, в природе, в вещах, в деньгах, в эмоциях, чувствах. Абсолютно во всем. Но очень много людей живут по такой концепции, что вот счастье вот, например, только в этом, а все остальное не счастье. Вот истинное счастье. И поэтому они говорят, что вот деньги и счастье это вещи вообще несовместимые. Ребята, это очень неправильный подход, да? Потому что если вы так говорите, что вот, например, да? Счастье это когда в твоей семье все хорошо, когда все в семье здоровы, но не в деньгах. Понимаете, с таким подходом вы на подсознании уже отталкиваете от себя деньги. Вы говорите, нет, деньги все это зло, деньги это плохо. Счастье только в здоровье. Что за бред? Что за бред, друзья? Счастье во всем. Если вы так будете говорить, вы никогда не будете при деньгах. Счастье даже в таких вещах, как боль. Счастье в боли. Счастье во врагах. В ваших врагах счастье. Кажется, да, вообще несовместимые вещи. Вот враги и счастье. Но почему вот, например, для меня счастье во врагах? Потому что враги делают меня сильнее. Благодаря врагам я развиваюсь. Враги, например, указывают на мои слабые стороны. И я их подтягиваю и развиваюсь. И становлюсь еще сильнее. То есть враги, можно сказать, приводят меня к счастью. Счастье в боли, да? Потому что именно благодаря боли я пришел вот к счастью. Помните, когда я вам рассказывал, когда я страдал, когда я плакал ночами? Когда мне так было плохо? И потом я начал выписывать те вещи, за какие я благодарен. Вот боль уже, да, подошла просто до максимального уровня. Все, я уже не выдерживал. И вот благодаря вот этому вот пику я осознал, на самом деле я счастливый человек. Я как начал выписывать, что у меня есть. И за что я могу быть благодарен этой жизни. И я вдруг осознал, да я счастливый человек. И именно благодаря боли. Вот если бы было у меня все нормально, вот все обычно. Я бы, ну, не дошел до этого, можно сказать. А теперь я это осознал и могу с вами этим поделиться. Так что, друзья, вы должны выискивать вот это вот счастье, ваше счастье. Во всем. В чем? Вы должны искать везде это счастье. И неважно, в какой вы ситуации находитесь. В чем здесь фишка? Фишка в том, что когда вы начинаете искать счастье, да, даже в самой плохой ситуации, вы перемещаете вектор на пользу, а не на проблему, да? Когда вы вечно в проблеме, грузитесь, грузитесь, говорите, вот все плохо, я такой несчастный. Но когда вы начали искать какой-то позитив в этом, а что в этом полезного? А за что вот именно сейчас я могу поблагодарить жизнь? Конкретно в этой ситуации? Что у меня есть, даже если у меня ничего нет? Вот, у меня есть руки и ноги. Я очень часто об этом говорю. У меня есть зрение. Я могу поблагодарить за то, что я дышу. Очень много есть людей, которые не могут, да, наслаждаться закатом. Есть люди, у которых нету рук. Есть такие люди, они попали в какую-то там аварию, у них нету рук. Понимаете? А я вот могу сесть за ком и что-то сделать. У меня на самом деле есть возможности. Я на самом деле самый счастливый человек на земле. Я даже в вещах начал искать счастье. Понимаете? Во всем. В деньгах, вещах. У меня есть телефон. Телефон. Айфон пятый тогда, помню, у меня был. Круто. Я о нем мечтал раньше. Потому что, когда я ездил на учебу, у меня была Нокия. Нокия, на которой была только змейка. Я не мог даже послушать МП3. Понимаете? А сейчас у меня есть айфон. Открыл холодильник. Гречка, два яйца. Божественная еда. Потому что я помню, когда я на вокзале. Спал, я просил деньги. Собирал у супермаркета деньги на батон. У меня был только один батон. Я рассказывал эту историю. Я начал просить у людей по одной гривне. Никто мне не давал. И я смекнулся. Нужно просить по 20 копеек. По 15. И так вот, спустя полчаса я насобирал себе на батон. Потому что я так кушать хотел. Я уже даже хотел украсть супермаркет этот батон. Потому что я так хотел кушать. И самое дешевое, и самое сытное, что там было, это батон. А сейчас у меня есть гречка и два яйца. Божественная еда. Еда богов. Благодарен за два яйца. Вот кому сейчас плохо, кто? В тяжелой ситуации берите лист и начинайте выписывать. Каждую мелочь, за что вы благодарны. Каждую мелочь. И читайте всегда, когда вам плохо. Я вот эту вот технику советую многим ребятам. Которые мне пишут. Тарас, помоги. Мне так плохо. Жизнь несправедлива. Я не знаю, что делать. Как обрести вот эту вот уверенность. Где найти силы, чтобы двигаться дальше. Вот берите и выписывайте. И читайте. И осознавайте, что у вас есть возможности. У вас все есть. У вас есть вы сами. У вас есть руки и ноги. Вперед и действуйте. И все у вас получится. Так что, ребята, выбор только за вами. Как относиться к той или иной ситуации. Боль? Боль неизбежна. Все пройдут через боль. Все. Где нету ни одного человека в жизни, который бы не прошел через боль. Боль неизбежна. А страдание – выбор каждого. Выбор за вами. Находить все самое лучшее в сложных ситуациях, в тяжелых ситуациях. Или дальше погружаться в боль и страдать. Выбор за вами. Вот вам и позитивное мышление. Потому что многие не понимают, что такое позитивное мышление. Позитивное мышление – это не когда ты говоришь, все хорошо, все хорошо, все хорошо, да, все шикарно, а на самом деле все не так. Нет, это не позитивное мышление. Не путайте. Позитивное мышление – это концентрироваться на пользе. Искать возможности, когда все плохо. А когда ситуация тяжелая, ты ищешь возможности, ты не сдаешься. Вот позитивное мышление. А не когда ситуация тяжелая, ты говоришь, все пропало, все, я сдаюсь. Жизнь, развод, жизнь, боль. Всех ненавижу. Так что, ребята, прекращаем себя жалеть, берем себя в руки. У вас есть все, чтобы добиться успеха. Только вперед. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok